Всем привет, друзья! Мы находимся в Фермент Симулятор. И мы сегодня приобрели в аренду вот такой вот картофелеуборочный агрегат, автомобиль, машину, трактор. Сейчас мы сядем в этот комбайн картофелеуборочный, я бы так сказал бы, и поедем на свое поле. Сегодня у нас задача аккуратненько доехать. До своего поля. Не разбиться, ничего не сломать, не врезаться. Чтобы не было никакой аварии. Управлять такой махиной достаточно-таки нелегко. Скорость 20-25 километров. Мы будем разгоняться. А, тут максимальная 25 километров в час. Это максимальная скорость у нашего аппарата, агрегата такого, да, картофеляуборочной машины. К сожалению, денег не хватило, чтобы купить его полностью. Мы взяли в аренду. Благо, деньги у нас еще есть. Ну, сейчас соберем картофель. Его продадим. У нас появится денюжка. И мы на эту денюжку с вами, ребята, будем приобретать следующие, другие различные трактора, уборочные машины, комбайны. Кстати, я купил два трактора. Один гусеничный, он, получается, резиновая такая гусеница. А другой у меня колесный трактор. Ну, вот такой вот, средненький, недорогой. Сейчас мы развернем наш аппарат, картофеляуборочную машину. И поедем собирать урожайчик. О, отлично. Все, поехала, поехала. У нас работает это замечательно, картофеля. Я смотрю, очень много собирается, прям бункер. Сейчас мы его заполним. И подумаем, куда бы этот картофель нам деть. В принципе, немножечко мы оставляем справа картошку. Как-то кривовато мы заехали. Ну, ладно. Я думаю, там пару мешков не критично. Хотя, потом мы сделаем круг и соберем до конца картошечку нашу. Вид из кабины. Очень интересно посмотреть, как заполняется картофель. Прям очень быстро заполняется бункер. Очень много мониторов всяких, компьютеров, на которых мы можем следить за выполнением операции уборки картофеля. Все, рядокчик мы убрали. Теперь нам необходимо развернуть наш картофелеуборочный комбайн и продолжить уборку картофеля. У нас в данный момент 316 тысяч долларов. И потихонечку, понемножечку у нас уменьшается эта сумма по доллару в секунду. Да, это из-за того, что мы взяли в аренду наш агрегат картофелеуборочный. Но надо будет, как уберем поле, сразу мы будем сдавать его назад в магазин. Он нам, в принципе, уже не понадобится. Потому что зачем нам платить аренду, когда мы все это уберем? Ну, отдадим сразу в магазин назад. Посмотрим, сколько сможем заработать на картофеле. Если много заработаем, то это прям очень хорошо будет. Ну, не думаю, что мы сможем купить этот картофелеуборочный комбайн на эти деньги, которые мы выручим за продажу картофеля. Ну, нам нужно еще собрать его. Так, бункер уже практически у нас заполнил. 93%. Еще чуть-чуть. Опять-таки, разворачиваем картофелеуборочный комбайн. А как собирать мы его будем, я не знаю. Вот у меня и трактор есть. Может быть, сгонять там в магазин, купить прицеп. Что-то я не подумал насчет прицепа. Я не знаю, куда нам скидывать этот картофель. Очень даже... Даже что-то я не подумал. Нужен прицеп. Ну, в принципе, деньги на прицеп есть. Вот у меня комбайн. Ой, трактор. Глазиничный. Зачем я его купил, сам не знаю. А, я хотел же еще посадить на поле... Вот сейлку еще взял. Да. Куруза. Ну, так что-то получается, я не смог посадить. Бункер заполнил. Так. Значит. Что делаем? Прицепа пока нет. Я предлагаю просто сгрузить тогда картофель в поле. Не знаю, правильно ли это я сделаю или нет. Ну, давай попробуем. Выгружаем тогда картофель. Пускай тогда в поле полежит. Мы его потом соберем. Ну, что. Кстати. Почему деньги не списывают? Если у меня стоит комбайн, он не работает. Может быть, не идет аренда? Вопрос. Так, ну, все. Картофель мы сгрузили, поехали дальше. Да. Получается, когда мы работаем на этом комбайне, у нас списывается аренда. Сверху, да? А когда комбайн просто простаивает, стоит, тогда аренда у нас не списывается. Как интересно. Если это правда, то мы можем просто набрать техники в аренду и ее даже можно не покупать. Пользоваться ей. Когда она работает, то, ну, по доллару будет списываться, ничего страшного. Я считаю, мы на ней, на этой технике заработаем больше, чем мы дадим аренду за технику. Этот вопрос я продумаю и вам расскажу потом в следующем ролике. Как у нас вот по аренде идет, ну, точно, чтобы знать. Да, если мы двигаемся, сидим, то, да, идет аренда. А когда ничего не происходит, трактор этот, комбайн стоит на месте, вроде как не списывается. Да, странно. Либо, либо, другой вопрос, потому что у меня работник сидит. Может быть, это оплата все-таки работнику идет. Наверное, точно. Но этот момент я тоже уточню. Возможно, это идет оплата работнику. Блин, на туре. Офигеть. А за аренду мы будем платить раз в месяц, конечно же. Офигеть. Ну, понятно. Давайте соберем туда еще бункер. И, я думаю, нужно будет ехать все-таки за прицепом. Потому что вот мы выгрузили этот картофель на поле. А его нужно будет собрать. А собрать, я не знаю, ковшом, что ли, собирать? Точно. Да. Надо будет двигать. Приспособление установить. Хочу. На трактор. Тогда мы будем просто собирать его с поля. Как вариант. Очень интересная игрушка, ребята. Обязательно поставьте лайк. Чтобы мне помочь с продвижением ролика. И чтобы я видел, что вам нравится. И всем пока-пока. Отлично. Отлично. Продолжение следует. Продолжение следует...